Я начинаю все глубже и глубже испытывать какое-то чувство вины, потому что я прям понимаю, что для вас какой-то неудовлетворительный интервьюер, потому что у меня нету какой-то жесткой на эту тему позиции. Я, во-первых, считаю, что любой самый великий поэт или певец, уж тем более артист, он прежде всего человек еще тоже, конечно, он имеет право на свою точку зрения. И как бы он не был гениален в своем творчестве или каким бы не был он кумиром, разумеется, его точка зрения житейская, бытовая, может быть, совершенно любая, которую миллионы его поклонников не разделяют. Судить его за это глупо, мне кажется, мухи отдельно, котлеты отдельно, точку зрения может он разделять любую, или ты можешь не разделять. Я не знаю, мне это очень сложно, и сказать, что там все замечательные эти ужасные истории, что люди там используют сцену, но это их право, это их сцены, это пришел их зритель, он их слушает, он хочет видеть лицезритель своего кумира, слышать его, слушать, и значит, он готов услышать его какую-то человеческую, политическую точку зрения. То есть я считаю, что в этом для меня нет какого-то, то есть сказать, давайте теперь вот ты пой, а вот говорить тебе нельзя, потому что ты плохо влияешь на массы, и эти массы, теперь ты их зомбируешь. Ну, то есть это какой-то, на мой взгляд, абсурд. То есть он человек, и он прекрасно поет, и он думает, думает, он может прекрасно, а может непрекрасно, а может для кого-то прекрасно, а может непрекрасно, может непрекрасно. В общем, это какой-то бред, я считаю, что это все возможно. Но то, что кому-то что-то там запрещают, я все это, разумеется, край муха слышала, но я, во-первых, знаете, ну, слышала где-то в интернете, видела в фейсбуке, но, во-первых, я никогда до конца этому всему не верю, потому что интернет это тоже, и фейсбук это большие такие помойки, и, ну, понятно, что так это было, не так это было, как на самом деле это было, знаете, как я, например, уж понятно, не такая уж большая я там какая-то артистка, ну, и то даже иногда то, что напишут про меня, или там писали когда-то про меня, настолько не соответствуют действительности, что я прекрасно понимаю, насколько это все может быть 35 раз переврано и там, иносказано и так далее, поэтому что кому что запрещают, но, знаете, я только думаю, что я просто не знаю этих, понимаете, это же каждая ситуация, она может быть конкретная, я там слышала что-то с Арбениной, но это каждая ситуация может быть конкретная, и я думаю, что и запретить кому-то, запрещать Арбениной где-то пить, ну, тоже никто не может. Но если это ДК, директор этого ДК, он настолько против ее этих мнений, от него зависит это решение, ну, значит, это надо как бы принимать. И, в общем, каждый человек, вы знаете, ну, как сказать, в ответе за то, что он делает, там, что он говорит, значит, это какая-то такая обратка, которая происходит. Но я не думаю, что после этого кто-то из них пойдет по миру и будет нечего пообедать, и это будет прям какая-то трагедия. Я думаю, что все это тоже как-то разрешимо. Меня больше всего расстраивает, что мне кажется, насколько я вот с этим лично сталкивалась и видела, и слышала, и вот то, что я понимаю, мне кажется, что, как правило, очень часто это все какой-то, к сожалению, лишний просто пиар, и тут немножко непонятно, кто волки, кто овцы. Но поскольку мне не хочется тратить на это свое время и свою жизнь, я сильно не в эти истории не верю и сильно не включаюсь. Ну, в том числе, что я не верю, я просто не вникаю в это во все. Поэтому, не знаю, мне кажется, что все должны, ну, как бы делайте, как должны, и будет, что будет. Я думаю, что все совершенно, ну, нет так, всерьез обсуждать сейчас. Кому-то не дали ДК в Рупинске имени, там, Ленина, ну, прости господи, выступить, там, 300 человек купили билеты, 120 сдали, 90 написали заявление, еще 15 человек заплакали, 30 человек объявили голодовку, один умер, но только от другого. Ну, я не знаю, это все, мне кажется, как какая-то такая пыль, знаете, ну, какая-то такая прям вот, вот именно кому делать нечего, это прям отличное занятие. Ну, не знаю, вы знаете, не хочу тоже показаться какой-то грубой и жесткосердной, но, не знаю, мне кажется, что все нормально, а то, что люди могут выражать свое мнение, ну, конечно, могут, но просто для меня, например, есть четкое понимание, я, например, обожаю кого-то, да, какого-то певца или певицу, да, это реально для меня, но я прекрасно понимаю, что она человек, и что я могу не разделять ее политических или личных или там человеческих каких-то философий и так далее. Ну, кто этого не отделяет, ну, не знаю, мне все кажется, что это такая, знаете, очень модная для нашего века и очень востребованная такая глубина на мелком месте. Знаете, как-то так, мне кажется. Я бы вот всерьез бы не хотела бы это все обсуждать, потому что, во-первых, я не знаю подробностей и нюансов, и каждый случай очень индивидуален, но, во-вторых, потому что все равно это все какая-то, в общем, ерунда.